Ребят, всем здоровски! Сегодня я познакомлю вас с такой блесной, как Pantun 21 Samplioro. Pantun 21 это японский производитель рыболовных приманок. Наиболее известным продуктом этого производителя являются воблеры. Но есть у него также и отличные колеблющиеся вращающиеся блесны. Если говорить о вращалках, то это в первую очередь Sheldblade и Bonny Blade. А если говорить о колебле, то можно выделить серию 3D Spoon, в которую входят такие колебалки как Sabletta, Sinoosa и герой нашего сегодняшнего обзора Samplioro. На мой личный взгляд именно Samplioro является наиболее удачной блесной из данного семейства. По крайней мере, если мы говорим о ловле щуки. Чем же примечательно эта блесна? При первом же взгляде на нее мы можем увидеть, что в принципе это классическая щучья ложка с закосом под ивовый лист. Основная ее особенность это вот такой вот резкий изгиб в хвостовой части. Именно благодаря данному изгибу блесна способна очень активно играть, широко переваливаясь сбоку на бок, даже на самой медленной скорости проводки. Что касается исполнения, то здесь Pantoon 21 Samplioro способна удивить. По-моему, японцы вдохновлялись канадскими блеснами Williams. Дело в том, что блесны данного производителя в зависимости от моделей и расцветки покрыты либо напылением золота, либо серебра. Примечательно также и приставка 3D в названии серии. Дело в том, что на всем своем теле блесна имеет вот такие вот хаотично расположенные углубления, как на лицевой части, так и на части внутренней. Причем при покраске сама краска наносится именно в эти вот углубления. За счет этого, с одной стороны, она не смывается, не выцветает и противостоит чучьим зубам нормально. Царапин на этой блесне практически не остается никогда. В то же время при игре происходит постоянное преломление света. Множественное преломление света приводит к тому, что в принципе играет у нас блесна разными цветами и происходит такая вот смена цвета, которая привлекает хищника с очень большого расстояния. Кстати, очень похож эффект, допустим, на те же спинексы, когда у них внутренняя сторона белая, а внешняя окрашенная. Здесь на самом деле, на мой взгляд, принцип плюс-минус тот же, но что касаемо реализации, то производитель здесь заморочился, конечно, намного больше, но эффект определенно есть. Также на обратной стороне блесны можно увидеть название приманки, ее вес и наименование производителя. Кольца, на мой взгляд, очень качественные и соответствуют размеру блесны. Что касается тройника, то изначально на блесне стоит тройник от Owner, поэтому здесь никаких претензий к нему нет. Тройник практически на 10 из 10. Блесна Pantone 21 Sampleora выпускается в трех вариантах длины. Это 53, 62 и 72 мм. В то же время, всего модификаций этих блесны в зависимости от веса насчитывается 6, от 14 до 39 грамм. Дело в том, что в каждой длине есть две модификации. По сути, первая модификация это Light и вторая модификация это Heavy. Допустим, у меня сейчас на обзоре 53 размер и блесна имеет вес 18 грамм. Существует ее двойняшка, которая имеет точно такие же контуры, точно такой же размер, но она более тонкая. И ее вес на 4 грамма меньше и составляет 14 грамм. Кстати, Sampleora 14 это одна из наиболее любимых блесен многих спиннингистов, если речь идет о ловле щуки во всяких заливах и вообще не на очень глубоких местах. Sampleora 14 это конечно же бестселлер, но я пользовался такими блеснами как Sampleora 14 грамм, 18 грамм и 20 грамм. 20 грамм это тоже Light версия, но уже 62 длина. Тоже очень и очень интересная блесна. Что касается Light версий, то они применяются при глубинах где-то до 2-2,5 метров. Конечно, все зависит от конкретной блесны, от конкретного размера, от условий ловли, от наличия течения и много чего прочего. Light версии можно считать весенне-летними блеснами. А вот такие вот Heavy, которые более толстые, они лучше подходят для ловли осенью, для ловли на более глубоких участках. Ну и конечно, если вы хотите поймать трофейного хищника, то в принципе для того, чтобы добраться до него, лучше использовать вот такие вот утяжеленные версии. Как я уже говорил выше, Sampleora можно отнести к классическим щучьим ложкам. Ну и плюс вот этот изгиб, дающий ей очень активную собственную игру даже на медленных скоростях проводки, подразумевает то, что применять ее нужно в стоячей воде, либо же в крайнем случае в воде с медленным течением. Потому что, если течение будет средним, либо быстрым, блесна, несмотря даже на свой вес в тяжелых модификациях, начнет закручиваться и игра собьется. Sampleora зарекомендовала себя как та приманка, которая отлично играет даже в руках новичка. Что это значит? Это значит то, что, во-первых, ее можно проводить обычной непрерывной медленной проводкой. И особенно, когда вы ведете блесну над самым дном, обычная такая равномерка очень часто провоцирует хищника на атаку. То же самое хорошо она работает на проводках с паузами. Когда во время паузы блесна, имеющая широкое тело, планирует, переваливается, вы ее подхватываете, продолжаете проводку и, собственно, происходит атака. Можно эту блесну также и твичить, но все же я предпочитаю ловить именно проводкой с паузами. Несмотря на то, что Sampleora это японская приманка, это идеальная приманка для щуки, при этом вам не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками для того, чтобы поймать зубастую хищницу. И, конечно же, при придонной проводке очень часто эта блесна бывает атакована окунем. Я бы назвал ее вот такой вот щучьей окуневой блесной в первую очередь. Sampleora нельзя назвать бюджетной приманкой, но когда ты ее приобретаешь, ты видишь, что ты покупаешь, да и репутация у нее уже сложившаяся. Если вашей целью является щука, то подбирайте модель в зависимости от глубины вместе ловли. В принципе, начать можно с 14-граммовой. И с этой блесной, я думаю, вы всегда будете с уловом и в ней не разочаруетесь. Ребята, вот здесь я оставлю ссылку на плейлист с моими обзорами различных приманок. Переходите, смотрите. Также всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok